В новой Третьяковке на Крымском валу в Москве до 16 февраля 2020 года проходит выставка, приуроченная к 175-летию Василия Поленова. На выставке представлено более 150 произведений, собраний 16 российских музеев и частных собраний, которые охватывают разные периоды истории творчества Поленова, пейзажи и портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Впервые московской публике показано монументальное полотно «Христос и грешница», представленное Государственным русским музеем. Изображение Поленова Христа в исторически реальной обстановке и одежде было новаторским для своего времени. Для художника евангельский сюжет был поводом показать Христа как гуманиста, противостоящего изуверскому догматизму фанатиков. По закону, уличенных в измене жен закидывали камнями, а искушенный народом на обвинение Христос защитил женщину, сказав, кто без греха, киньте в нее камень. И толпа разошлась. Совершив многочисленные поездки по странам Ближнего Востока, Поленов исполнил более 150 натурных этюдов и эскизов в картине. Долгое пребывание в солнечных странах обогатило его палитру яркими красками, что удивляло публику, привыкшую к темной живописи передвижников. Необходимо обратить внимание и на композиционное решение полотна. Многофигурное действие разворачивается, словно на фоне театрального задника. Это ощущение не случайно. Художник много работал в театре и был одним из начинателей реформы театрально-декорационного искусства, произошедшей на сцене частной оперы Мамонтова, с которым его связывала многолетняя дружба. Любопытно, что свою картину Поленов заканчивал в томе мецената. В начале экспозиции, разумеется, хрестоматийный московский дворик. Московский дворик – самая известная картина Поленова, в которой впервые наметился путь русского искусства 1870-х, стремившегося к растворению жанрового начала, характерного для реализма передвижников. Поленов отобразил типичный уголок старой патриархальной Москвы, увиденной летним солнечным утром. На картине мы видим и ныне существующую церковь Спаса, в песках Блиссарбата, старинную усадьбу с пышным садом, ветки и покосившиеся сараи, большой двор, где играют дети, женщину с ведром, идущую в сторону беззаботно гуляющих кур. Существование большого и малого миров, что удивительным образом воплощает образ Москвы XIX века с деревенским укладом жизни. Ничто не усказает от взгляда живописца, и весь этот гармоничный идиллический мир, тщательный и с любовью передан при помощи яркой воздушной кулинарной живописи. На обратной стороне стенда тот же дворик, но первый вариант и без людей. Дворик так же обаятелен, как и с людьми, он тоже живой, просто, наверное, на самом рассвете, когда спит даже прислуг. Интересно их сравнивать, переводить взгляд с одного на другой. Жаль только, что висят эти две картины спиной друг к другу, по разные стороны стенда. В первой же части выставки хрестоматийный поленов с пейзажами «Золотая осень». На этой картине художник умело передал все разнообразие цветов и красок осени. Любуюсь картиной, восхищаешься и вдохновляешься осенней природой. Душу наполняют теплые, умиротворенные и радостные воспоминания. Картина позволяет отлезть от городской суеты, полностью погрузиться в мир природы и насладиться ее великолепием. «Бабушкин сад» – цветовое решение картины по-настоящему прекрасно и красочно. И действительно, буйство зелени, яркие солнечные блики, желтая дорожка, голубое небо – все это представляет сюжет очень реалистично и детально. Картина «Заросший пруд». В этой картине художник выступил как тонкий колорист. Замечательно изображен старый мостик, он вытоптан до белизны досок. И это придает сюжету ностальгичность. Когда-то пруд имел совсем другой вид, и сотню ног стерли мостки на его берегу. А сейчас – лишь одиногая женская фигурка на скамейке, едва различимая и абсолютно не нарушающая покоя одичавшей природы. На этих картинах – уникальный свет, который удавался только Поленову, пронизывающий весь сюжет, несущий гармонию и покой. А вот с полотна смотрит друг Поленова Репе. Взгляд мятежный, даже слегка надменный и насмешливый. Впрочем, приглядишься и вовсе не надменный, а вполне дружелюбный. А вот самая мрачная картина художника – больная. Единственная мрачная картина, стоящая особняком в его творчестве. На кровати молодая женщина с потемневшим лицом, рядом на столике книги, лампа, графин. За дверью кто-то из горюющих родственников. Эта картина стала для Поленова исцелением души. Он начал писать ее после смерти возлюбленной Маруси Аболенской, одержимой горем разбитой. Потом приостановился. Продолжил после смерти близкой подруги, надренной влюбленной в него Елизаветы Богусловской, перед которой чувствовал он неизбывную вину. А заканчивал состояние ошеломляющего горя. Умерла его сестра-близнец Вера. Но после окончания работы над картина «Душевное здоровье» Поленова начало поправляться. Ничего, даже отдаленно похожего по трагизму, в творчестве Поленова больше не было. Он вообще считал, что искусство должно нести только радость. «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит», – писал Поленов в письме Кваснецову. В следующих залах Поленов – график, Поленов – архитектор, множество эскизов и проектов. Он был феноменально одарен, даже написал оперу. Проектировал дома и церкви, оформлял театральные постановки, преподавал, писал либретто опер. Кроме того, превосходно владел перо. Его эпистолярное наследие еще предстоит оценить. Пользуясь современной терминологией, Поленов необычайно крут. И тем, кто этого не знал, выставка в новой Третьяковке – отличный ликбез и просвещение. Кураторы выставки попытались объять необъятное – талант Василия Поленова – человека поистине ренессансного размаха. Субтитры создавал DimaTorzok